Сегодня выступило заявление обращения, но я редко проводил деревенские собрания, но сегодня в такой случае выпал. Заявление обращения. Деревенский совет поселка Потеряевка от почетного члена общины Лапкина Игнатия Тихоновича. Прошу срочно провести общее собрание поселка Потеряевка ввиду грубейшего нарушения устава деревни. 11. Даже на самое короткое время отъезжающим просить освященника совета, благословения на путь, не самовластвовать, без совета и непослушания, вот два коня в колеснице, несущиеся в адскую пропасть. 12. Если человек не придет на общее деревенское собрание или уйдет во время его проведения, будучи оповещен о повестке собрания, собрание все равно состоится как законное. 13. Непрочиняющийся уставу всему предупреждается и после трех грубых дерзких нарушений исключается. 28. Под страхом анафемы отлучение запрещается жаловаться мирским властям, писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником. 29. Любой спор все решать здесь, на законном собрании, после беседы со священником. 30. И только после обсуждения на собрании может получить добро на суд у внешних. 31. Один из членов общины умышленно нарушает указанные выше пункты уставы деревни. 31. Солом, сотый, четвертый стих. 31. Сердце, развращенное, будет удалено от меня, злого я не буду знать. 31. Тайно привещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем, 31. Не потерплю. 31. Ну, поводом воздушило к тому, что тот случай, что вчера приезжали люди и были в доме Пащенко Владимира. 31. Позавчера был воскресный день, сколько там было, 5 человек, я не присутствовал, не знаю. 31. Четыре человека. 31. Четыре человека было. 32. Вы скажете, кто вы вышли? 32. Кто там был и что они говорили? 32. Кто сказал? 33. Полиция. 34. По... 33. Ну, ты был с ними! 34. Ты был с ними? 35. Ты был с ними? 31. Ну, я и был с ними, видел. 34. Мы видел, разговаривали, но кто больше со с ними общался? 31. Ну, кто больше общался? 31. Полозит? 31. Общался с собой. 32. Не знаю. 32. Не знаю. 49. А кто? 31. Давайте так, у нас племянское собрание, гости присутствуют, У нас открыто собрание, но слово имеют только члены общины. Батюшка, если он присутствовал? Если он присутствовал? Володя, был ты или нет? Присутствовал? Был. Ну вот, Володя скажет. Не надо. Я не на все. Так, я на вопрос отвечаю Батюшку, что приходилось отмечаться. Я много не разговариваю, потому что у меня есть документ. Я лежал в больнице краевой, ослабленность рук, повреждения. И вот Кузьмин Николай Георгиевич, он с бородой сидит, ему 68 лет. И он с ними говорил. Говорил о Боге, о Вечнице, кто-то с ним назвал. Он говорит, ты был и ты. Ну вот что другое. Ты не спасешься. То есть он свидетельствовал о Боге. Ничего не было. Ну ладно, он скажет Володе. Володя с ними общался, Володя пусть и скажет. Володя спросили, кто там был, кто. Речь шла. Ну ты Володе пусть скажешь. Володя, говори. К нам постучались в дом. Я выхожу, смотрю, стоят полицейские. С ними они стоят, ну обычно, в таком безформе, как гражданские. Они предъявили свои корочки, что мы с полицией. И один вот этот, который был безформ, он говорит, я лесник. По поводу спиленных берез, мы приехали, которые лежат у вас на территории. Что с вас надо взять объяснительную. Все, я пошел звать Игнатья Игнатьевича. Он как раз сам увидел. Вышел уже с видеокамерами, начал снимать. Вот. Они пока что пошли до него, двое полицейских. А один из них сказал, говорит, садись в машину. Женщина там сидит, дознаватель, как они ее назвали. Вот. И она у меня спрашивала, как это происходили события эти. Паспорт у меня взяла. То есть данные мои записала. Я рассказал, как пилили и как привезли. То есть кто пилил, я говорю, я не знаю. А вот то, что я грузил машину, привезли, я в этом участвовал. Я так рассказал. Все. После этого уже они беседовали многократно с Игнатью Тихоновичом. Там стояли. Ну, меня под роспись взяли. Мое объяснение, то, что я реально сказал. Роспись взяли, чтобы я роспись поставил. А почему именно тебя-то? Потому что на моей территории, раз я, как честью, вроде хозяина дома, на моей территории лежал. Он не честный, что ты называешь? Нет. Под предметом еще не оформлено. Ворованное имущество на его территории. В его доме были. Он участник этого. Так это скажем. Надо было в первую очередь спросить меня. Потому что раз на моей территории... Скажи, откуда пошло заявление? Они сказали, что это был анонимный источник. Кто-то позвонил. Нам анонимный источник. То есть я говорю, а можно узнать? Он говорит, нет, нельзя узнать. Анонимный источник. А кто-то позвонил и сказал. Он не сказал. Они не объясняли. Не обязаны объясняли. Ну, если местные, можно спросить наших, кто позвонил. Ну, ладно. Ты общался. Что ты говоришь? Он знает. Значит, не тот. То, что он знал, он ошибки сделал. Его не оповестили. 51 статья Конституции. Он должен был ему сказать. Ты знаешь это? Давай показания. Он не имел права делать то, что сделал. Говорить кто, где, как. А имел право скрыть. Я не желаю на эту тему говорить все. Статья Конституции. Они его не оповестили. Поэтому называется отказаться от подписи. Дезвуация. Если они еще приедут, они обязательно приедут. Ну, им уже известно. Вот анонимный источник. Я говорю, а Государственная Дума приняла от анонимов ничего не принимать. Какой такой закон? Я сразу пошел в интернет, посмотрел недавно. Полгода назад закон этот претерпел большие изменения. Он был принят, потому что анонимное сообщение обошлись в 66 миллионов голов. Люди писали друг на друга, забирали, и бесследно люди исчезали. Вот как говорится, в голову скупы превращались. Здесь по-другому. Посмотрели уже не политические обвинения, а какие-то другие. Если какой-то там угрожал кому-то, то можно от анонима. Но аноним должен. Но аноним для них. Но они не будут разговаривать. Напиши. Он пишет. Подписывайся. Ну, мы тогда поехали. И они приехали не просто так. Они их провели, где были. Они заехали другим путем. Кто это делал, он за ними не едет. Приезжает чуть позже. Я это все вижу. Я вижу, как близкие его стоят больше полчаса на дороге и смотрят, что с нами будет. Ну и поехали на Рыжковский пруд. Показали. Видите, мы это все делаем для того, чтобы пруды разрушены. Там надо трактор нанимать. Даже не знаю, как быть. Разнос огромный. Ну, бобер. А подальше в воду вынесло. Три пруда, фактически, были повреждены бобрами. Мы ходили в охот-союз. Они приедут. Тут вроде как-то. Никак. Это ничего не сделали. А здесь такое дело. Я почти с каждым из них немного наедине поговорил. Никакого секрета нет, кто это сделал. Ему придается шанс принести покаяние. Или он с этим может умереть. Потому что этому человеку понравился наш устав, когда он приехал. А в уставе 28 пункт прямо говорится. Смотрите. Запрещается жаловать всемирским властям. Тут жалуется. Писать жалобы. Он пишет. На жителей деревни. Сексотничать. Сотрудничать с врагами. Быть наушником. И дальше говорится. Что ему? Под страхом анафемы и отлучения. Ему ничто не могло додержать. Почему? Слишком далеко. До этого было так. Человек приезжает сюда. Ну ему что-то нравится. Жил-то где-то на снежного места. Нет теперь. Это секта тоталитарная. Тоталитарная секта. Батюшка уже говорил с ним на эту тему. В тоталитарную секту приехал. Убрал. Я регулярно смотрю, с кем разговариваете. Где-то там со священником с одним. Где-то там с фарисеем якобы. А то все под меня подкоп. Но я для вас недоступен. По той степени, что мы в разных категориях. Вы слышите, молодые, а я свое дело сделал. И чем больше вы нападаете, сделать пакости. Тем больше я молюсь за вас. Вам никогда не сбилось с места эту точку. Поэтому я говорю, что здесь собрались все свои. Ну по порядку возьмите. Но что он пошел, он пошел. Но никто же не пойдет. Это кто-то был недоволен. Кто просил, чтобы пожаловаться архиерею. Метрополита привели. И вывод один. Что меня не было. Из общего разговора. Хотя он не говорил, но понятно было. Из-за чего это было, как. И поэтому они в воскресенье приехали. Уже заранее у них, которые тут были спилены. Они не знают, что к коколкам это не относится. Мы распахали. Это наш посев. Ну видите, больше лилии вы не найдете. Все березки одинаковые. Они растут, мы берем. На черенки другие подрастают, где больше. Мы их используем. Мы использовали здесь 1250. Сваль забили. Вы купаетесь, рыбкой пользуетесь. А это все труд. Вы же копейки не вложили ни в дороги, ни в пруды. Мы взяли все на себя. Я уже несколько миллионов зарыл в землю. Потеряю тебя, когда вы уже здесь живете. Ничего не требуем взамен, кроме молитвы. Притом, человек избрал такую тактику. Не занимаюсь. Не имея образования. Но его научил-то злой дух. Ты обвиняешь того, в чем тебя обвиняют. Это у Достоевского говорится. Я если привел ему, пилосиот говорит ему. Пилосиот, а сам рука книги не держал никогда. Поэтому, ступить назад, скажите, да вы как приведете? Никак. Просто оповестить, чтобы вы знали. И когда такое есть, человек не может. И то, что там в церковном совете или в деревенском совете. Это никак нельзя. И вот они поехали. У нас сколько было. И они снимали последний, допустим, столбик. Слез вот такой. Ну, как коляску. А они заранее оттуда их провели на это место. Вот это что? Самые строгие законы, которые действуют в 719 правил Вселенских соборов. Самые страшные. Григория, некий царист. Он, соответственно, с врагами выдавал отпущение на 30 лет от церкви. Самое страшное. Он не понимает уже ничего. Его брак несет. Сейчас, вон, плевал на это все. Веры нет никакой. Да разве вера была же такая. Я дал бумагу. Что их удержать может? 146 месяцев в Библии. Возраст, звание, отношения. Все. Просчитали? Да, конечно, нет. Когда считать? Надо подсматривать. Кто не бывает на благовестии и не занимается проповедью, у них слишком много свободного времени. Поэтому мое дело сказать. Выход один – покаяние. Я ничего не. А ты как будешь относиться? Я знаю, что все это отражается на детях. Вот что страшно. До четвертого поколения. Это ужасно. И поэтому делать вид, что вы не знаете. Я по отдельности с ними ходил и многое узнал. Они друг перед другом в полиции это еще боятся сказать. Но так видят. Так ничего такого-то и нет. Я говорю, это наш лес. Он нигде не входит ни в реестр, нигде. Мы его посеяли. Я беру сколько хочу. Мы строим деревья. 51 тысяча. Все в разрушенных. На что восстанавливать? Нет денег. А мы вырастили для себя. Приехали когда-нибудь. Деревенские уже ничего не могли распахать дальше. Потому что уже засеяно. Уже они подросли. 92-го года. 30 лет. Березка. Вопросы будут погромче. Березки взошли. В 92-м году. Значит 30 лет этим березкам. Там было поле. Там обрабатывалось. До нас было поле. Обрабатывали. А там какой-то год такой вышел. 91-й год. Его распахали. А мы приехали. Они там сеять не стали. Они ушли. А просто карты воронили. А тут ветер как должен. Березы все упали. На другой год они взошли. И они не стали приезжать больше. Мы пока маленькие были. Туда не ходили. И сход не загоняли. А потом мне... Там много сушьяка. Они слишком близко друг к другу. И нет просторов. Поэтому надо было прореживать. Брали что-то. А мы-то делаем. Для вас с собой город. Ничего не увозим. У меня люди все работают бесплатно. И это не то, что это не благодарность. Это просто безумие. Тем более нарушенный устав написан под страхом Анапе. Мы Анапе не сыграли. Теперь дальше поступило из таких источников. Близких. Что готовится обращение в Роспотребнадзор. О том, чтобы исследовать почву. Потеряете. Будет оба фермер почву загадил в деревню. Все отравил. Об этом. В каждом селении есть какое-то градообразующее предприятие. Без этого не может селение существовать. Что? Дорогу прочистить. Где-то что-то подвезти. Обязательно должно быть такое предприятие. У нас одно это предприятие. Фермерское хозяйство. Которое есть техника. Тактора. Машины можно. Ну. Просто нет. Смотрю. Наташки. Везут там отходы какие-то. Скотинки. Всегда можно это взять. Не будет этого хозяйства. Допустим. Ничего не будет. На нас и смотрят. Будет совсем по-другому. Когда я подал заявление. Два года назад. В министерство транспорта. О том. Чтоб дорогу сделали. Ну. И звонит мне заместитель министра. Лугачев. Фамилия. Вот. Дорога. Понимаете. Дорого там стоит. И все. Так у вас там и нет никого. Как никого нет. У нас фермерское хозяйство. Дороги нет. Не могут вовремя вывезти продукцию. Зерно вывезти. Отгрузить вовремя. Как у вас? Да. Есть. Посмотрите. Узнайте. Что есть. Потом. Да. Действительно. Есть. У нас школы. Есть студенты. В городе там. Уезжают. Приезжают. И каждый живет в своем хозяйстве. Нам продукцию нужно реализовать. Выезжать. Мы не можем. Дорога прошла. Дождь прошел или кто-то. Мы не можем. Выехать. Но это другое дело. Ну дорого. Это будет стоить. Там миллионы людей. Это рубли. Я говорю. Миллиарды. По двенадцать миллиардов воруют. Но один миллиард возьмите у них. Который двенадцать миллиардов там украл. И нам хватит на дорогу. Ну это знаете. Это невозможно взять. Ну хоть половину миллиарда возьмите. Ну и на этом закончилось все. То есть. Смотреть нам по другому. Где-то что-то не нравится. Там. Проехал на тракторе. Дорогу. Вроде бы попортил. Но потом поправили дорогу. Так и это все. Нельзя. Это поле от нас находится в двух километрах. Это не наша земля. Земля соседского совхоза. Вот. Раньше я еще в детстве помню. Ее сосевали. Поле там было. Пшеницу сеяли. Ну и другую. Один раз мне даже и попало за это. Я по залезу проспал. Они зашли в это поле. А бригадир. Увидел. Максим Пашков был. Я сплен. Как бичом щелкнул. Думал как взрыв. Я соскочил. Не знаю куда бежать. А. Он уже о вещах выгнал с этой. И. Вот. Кто говорит не сил. Сеяли. Это. Но здесь у меня совхоз. Какое-то время. Стенохоз был. Потом они оставили. Сейчас они. В аренду сдают. Сдают его. Поднялись. Там мы ягоды собирали. Теперь это что. Что это за община. Ну так. Ну не годится. Это земля. Не наша. Понимаете что. Хозяин тот идет. Ягоды там. На сотки. На две. Собирали. Кругом ягоды есть. А я помню. Когда в детстве. Мы за ягодами. Больше ездили. В Урыльские околки. Там ягод больше было. Почему-то. Ходили туда все. Или по ту сторону. Линии. Там еще. Много было не распаханного. Пока. Так нельзя было. Так. Возмутились. Что это. Там засеяли. Коля. Мы ягоды собирали. Ну. Так не годится. Потому что земля это сельхозпользование. Она не для ягод предназначена. А для сельхозпользования. То есть. То есть. Вот у нас. Составленный план. Деревня. И расчисленный квадрат. Где хоть застройку. Где сельхозпользование. Где какие дворы. Там. Должны. Ставиться. Все это у них. Когда. Было в этом. В архитектурном. Тогда. Отдели. Все у них там расписано. Я говорю. Капусте хоть пользование. Там. Солонцы. Ничего. Ну. Так. Она обозначена. Ну. Надо взять анализы. Это так. Нельзя. Ничего. Там. Его трогать нельзя. Потому что. В плодородной почве. Слой всего там. Может быть пять сантиметров. А дальше. Солонец. Соленая земля. Содрали. Все. На ее потом ничего не растет. Может. Десятилетие. То и столетие. Пока этого. Нарастет. Новый слой. Поэтому. Нельзя так это. Ну. Вот так вот. Где-то сегодня. Да. Поймите. Что. Обрабатывается. Поля. Почему раньше не обрабатывалось. Раньше мы. Я не помню. Чтобы у нас на картошке. Был колорадский жук. Это в помине. Никто его не знал. Какой-то бабочки. Тоже этого не знали. Не было этого. Но сегодня этого есть. Разный там. Рапс посеяли. Если рапс не обработать. Там четыре раза. Там. Или. Сколько обрабатывать. Его не будет. Съедят. А он нужен. Раз. Поэтому. Несколько раз его обрабатывают. Но яда есть разные. Сказать. Силы. Там. Первый. Второй. Третий. Класс опасности. Класс опасности. Есть. То есть это химия. Она. Вся химия. Вся. Она какое-то влияние оказывает. Ну. То есть человек. Биологическое существо. Где негативное влияние какое-то есть. У одного сильнее. У другого меньше. Это против сорняков. У него природа. Это. Живыми организмами. Несколько разное. То есть оно быстро выходит. Через день. Через два. Это все можно использовать. Игорь. Вот ты вот это все мог сказать на занятиях. Понимаешь. Ты бы в корни подрубил. Вот такое вот возмущение. Понимаешь. Ты это все знаешь. Я нет. А ты прийди на занятия. Закончилось занятие. Ты скажи. Знаете. Вот так и так. Я использую то-то, то-то. Оно вредно или не вредно. И было бы все хорошо. Я считаю, что это правильно было бы. Через сколько метров от поля положено метров. Ну не пять же метров. Можно же объяснить. Поля находится. Если вы рядом с деревьей. А если у тетю Любы под боком стою я. Мне прям глаза защипало. Кто там носился. Я говорю. Как бешеные носятся на машине. Потому что они сами задыхаются. Поля-то и те можно и далеко. Ну. Можно же объяснить было. А не так. Ты сегодня травишь. Скажи. Ребята. За ягоды не ходите два дня. Я сегодня травлю. Да я и не знал, что ягоды есть. Я не смотрел и не знал. Вы видели прекрасно, что мы рвем ягоду. Мы все подорвались. И куда там. Глаза дожидают. Ну. Такой туман идет на нас. А там пространство. Со стола. Объяснить же можно. Можно. Нас везде травят. Нас везде травят. Нас везде травят. И сами травят. В Колорадо же травят. И сами травят. Говорят. Телята. Почему дохлые телята? Рождают все это. Говорят. Все это от шеницы. Я не знаю. Ну так говорят. Алексей. Алексей. Дайте слово. Я вот что хотел сказать. Вот здесь речь идет о чем. Мы все время переводим в вопрос. Значит у меня здесь мама живет. Тут с вами. Да. Знаю. Поэтому. Простое слово. Сейчас разговор вот о чем. Потеряем. Начиналось с батюшки Сыгнатия Тихоновича. Они хозяева. Она разрослась. Теперь хозяева вы. Государство здесь никак не участвует. Я картошку полю. Подхожу. У меня жуки. Скажите. Я жука вот этого раздавить могу или не могу. Если я хозяин собственно. Кусочку этого. Я могу траву вырывать. Государство может прийти и сказать. На каком основании ты здесь посадил. И вырываешь траву даже эту. Неправда. Подождите секунду. Я договорюсь. Поэтому здесь на участке. Вот то что мы сейчас говорим про Игорь. Это технология. Вы переводите разговор совершенно о другом. Не имеет значения. Потому что здесь отвечает хозяин. Вы хозяева здесь. Вы можете здесь делать все что угодно. Но государство накладывает ограничения. Не резьте то. Потому что можно порезать здесь все. И это прекрасно. Да. Они приехали. Распахали. Убрали дорогу. И вытекло озеро. Что это хорошо? Государство это сделало. Ну то есть со стороны. Никого не наказывали. Ничто не сделали. То есть хозяева здесь вы. Определяете здесь вы. Резать березки или не резать. Для чего делает Игнатий вот это озеро? Для деревни. Для кого еще? Для вас же и делают. Это понятно? Это понятно. А о чем идет речь? А речь совершенно о другом. Ближние оказывается враги. Ближние как говорит Библия. Родные. Когда я обратился. Я предполагал. Что мама будет у меня против. Вроде как. Она вроде светская или ничто. А те кто предполагал. Друзья будут за. Что я обратился человеком. Стал православным и христианином. Оказалось наоборот. Все в окружении сказали. Ты зачем это все делаешь? А моя сказала. Молодец. Я даже не думал. Что ты так поступишь. Я очень удивился. Поэтому. Плоскость разговора совершенно другая. То есть здесь есть люди. Которым что-то не нравится. Но подождите. У вас есть собрание или нет? Что это? Не решаются вопросы? Но если я живу с соседом. Будет сосед постоянно на меня. Рядом. Живущий. Мой с которым я общаюсь. Будет на меня кляузничать. Или еще что-то делать. Ну как жить с таким соседом-то? Подождите. Я не совсем понимаю. Речь-то идет в плоскости духовной. Я не знаю. Правильно поступил Игнатьевич? Да неправильно. Потому что надо было сказать. Володю. Просто закрой. Кто здесь? Кто и что? И он просто тыл. Пошел что-то там рассказывать. Игнатьевич был там или не был. Он сказал. Рот прикрой. Здесь есть более старшие. И тот взял. Он сказал. А что вы со мной разговариваете? Почему меня в машину садите? У меня старшие есть. Идите с ними. Разговаривайте. Решайте эти вопросы. А я вам объясню. Почему я пилю березы. Потому что вот озеро сейчас вытечет. И все. И воды не будет. А воды не будет. Все наши поливы кончатся. Причем здесь это-то? Вы здесь живете в окружении. Ну должна быть семья или друзья или как. Или подставлять. Сейчас я пойду и буду на очереди. Как в Западе живем. В Германии. Или во Франции. Или еще в европейских государствах. Все я заканчиваю. То есть я еще раз говорю. Вопрос совершенно в другой плоскости. Это вот братья. Ну как так? Взять и настучать. Даже просто. Ну ты поговори еще раз. Ты березку пожалел? Или что? А дальше за этим ты не видишь что будет? Натуральная война идет. Ну это. Ну ребят. Ну вы разберитесь тогда между собой-то. Плоскость совершенно другая. Правильно Игорь Тихнич поднимает этот вопрос? Совершенно другой. Но он виноват в чем? То есть уроки закрыл. Человеку, который не понимает юридически неграмотно. Сказал бы так. Замолчи. Вышел бы первый. Ну не вышел первый. Да. Второй. Так нельзя тоже делать. Потому что старший есть. И старший должен отвечать. Если взялся за озера, тогда это самое. Поэтому об этом речь. А вопрос именно такой. В плоскости духовой и нравственной. Вы тогда и решаете. Об этом и собрание идет. Вы же здесь свои родственники все и так поступаете. А то технология, Игорь и нова. Да это все решаемо. Какая у меня лопата или какие граммы. Не умели я права дергать из них. Извините меня. Клен вокруг. Все засорил. Я что его вырезать не могу? Я его вырезаю. А он на завтра в 10 раз больше растет. Так посадите меня тогда за то, что вы семена выдергиваете. Кленовые растения. Березку пожалели. В радио России. Проходит такое. Вроде как реклама. Ты если видел, что кто-то за руль садится в алкогольном обвинении. Немедленно позвони. В ГАИ. Немедленно. Виделось, что кто-то там нарушил. Позвоните. Это каждый день говорят по-разному. Приглядывая за другим. Но это ради безопасности других. Чтобы пьяный сел и кого-то нарушил. Раньше этого не было. Сейчас сало проходит. Везде говорят об этом. Так что, прежде чем писать какое-то что-то. Хотя бы, ну, посоветовался. Как сказать или что-то. Это так не годится. А как жить-то в этом? А кто написал-то? Скажите, что-то вокруг и около. Я ничего не могу понять. Кто написал-то? Давайте вопрос. А что это? Вокруг и около. Не написал. Я говорю, это идет только разговор. Но люди, которые это знали, сказали. Готовится запрос в Роспотребнадзор. Чтобы Роспотребнадзор приехал в деревню и сделал исследование. Насколько здесь земля отравлена там. И как это вредно. В какой обстановке вредной люди живут. А кто про Березки написал? Позвонили. 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 Приезжали они. Неделю назад приезжали. Два полицейских. Подъехал мужчина-саморист у меня. А можно, Игнатия Тихоновича? Я говорю, а вам по какому вопросу вы? Да вот мы, значит, отъезжаем в храмы. Значит, ну, должны какие там эти предостережения. С терактами. Может теракты быть там. И все. Я говорю, так может быть я лучше сделаю ли это? Я настоятель, священник. Да, да. Ну и все, и пошли. Я все им рассказываю. В храм завел. В храм показал. Позвонил. Потом Игнатий подъехал. Но больше я с ними что. Вот они дали бумагу. Значит, нужно на каждый храм делается паспорт. Называется паспорт. Именно вот это, как это называется? Безопасность. Да. Паспорт безопасности. Я говорю, а как это будет? Ну вот приехали кто-то террористы к нам. Какой-то приехал. Что будет? Ну кнопка будет. Я нажал кнопку вам. Допустим. Даже если хорошая погода и вы сразу немедленно выехали, вы только прибудете через полтора часа. А за полтора часа у нас может уже ни одного в живых не быть здесь. И он будет уже где-нибудь километр за 50, за 70 от этого места. Этот террорист. Как? А если дороги нет, то вы вообще не доедете до нас? И что нам эта кнопка, нам это поможет? Да никакой. Зря такие деньги тратить, которые не надо. Вот лучше на дорогу эти деньги отчистить бы только было. Была полиция, да. Ну дали бумагу, предписание. Я взял бумагу эту, что я извещен, я расписался. Я взял бумагу, что они были здесь. Это было, ну, на неделе, не знаю, там в пятницу, наверное, было. Или в четверг какой-то день. Вот было такое. Заботятся о нашей безопасности. Чтобы у нас было все тихо-минно. Я сказал, что у нас уже другой человек на виду, сразу мы знаем. Сказал, что был. Приехал там, допустим, человек. Роман. Год прожил, мы его даже не зарегистрировали. Это единственный случай. Как это получилось? А как он вошел в это? А потом стал сразу восставать, что это и президент незаконный у нас, и патриарх. Одна патриарха, там антихрист. И у нас власть незаконная. И все. И регистрироваться не надо. Ну а землю-то как будет жить? А земля вся Господня. Все. Витя Господь. Пришлось позвонить. Приехали. Зимой было. Приехали его. Посадили между собой. Нас два полиционера. Увезли. И все. Его депортировали. Он не был. Вчера были нормально. Разговаривали. Все. Прошла неделя буквально. Исповедовался. Причищался. И вдруг. Начало такое. Я говорю, ты зарегистрировался? Нет, я не буду регистрироваться. Это. Ну и все. Ну вот. Они так поговорили. Я говорю, наши. Незнакомый человек. Кто-то это. На виду. Потому что все знают друг друга. Вселенное небольшое. Ну. Богой да Богу. Проси. Слово. Чего-то молчал. Да. Я что-то сейчас скажу. Значит. Здесь обсуждаем. И как бы. Вот. Прозвучала такая. Вроде. Подозрение. Или речь. Так. Что. Именно кто-то из деревенских. Вроде заложил. Кого-то. Я. Конечно. Это вообще не знаю. И я думаю. Это навряд ли. Это. Здесь жильцы. Деревины. Там сколько-то. Три-четыре семьи. И кто-то будет. Да какая мне разница. Допустим. Или кому-то. Вот. Какая разница. Что они там делают. Ну. Он знает. Что делает. Если он там заготавливает жертвы. Лечет где-то. А если он законный. Значит. Не бояться нечего. А если он незаконный. Он должен знать. Что нельзя любить там. Все-таки. Как государственное. Вроде. А не общественное. Это. Нечастная собственность. Вот. Все это одно. А второе. Если так вот обвинять. Голословно. Конкретно тогда. Скажите. Кто. Вы говорите. Вот. Мы знаем. Мы где-то. Что-то. Это ваши только догадки. Или что. Что это такое. Если знаете. Что тут скрывать. Скажите конкретно. Он. Тот. Он. Я. Или кто там. Из нас живущих здесь. Кто. А как говорить. Это. 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 Ложь. Самая натуральная. Кривета. Если это. Абсолютно нет. На каком основании. Вот. Основание. Когда вы дадите. Конкретно. Вот. Если. Скажите. Вот. Человек. Или мы его. Нас так. Вот. Из-за этого. Из-за этого. Подозреваемый. Это. Другого. А то. Что. Врагов. Угнатия. Полно. Это. Всем известно. Он. И сам. Говорил. Врагов. Недорожжевателей. Много. Да. А вы. Не можете. Представить. Что. Допустим. Если кто-то. У бывших. Или когда-то. Бывших. Здесь. И что-то. Конфликт. Может быть. С Игнатем. И вдруг. Потом. Вот так. Вот. Решил. Все. Может быть. Кто угодно. А у вас. Сразу. Как будто. Именно. Из деревенских. Зачем. Это. Мы. Богоболезнен. Не надо. Кто из нас. Если. На кого-то. Там. Думаете. Из наших родственников. Или кто. Не знаю. А кто тут еще. Андрей. Я. Он. Любовь. Значит. Ну кто тут. Глушков. Ну и. Тут. Приезжий. Батюшка. Барабаш. Больше никого. И. Чего подозревать. Если же конкретно. Надо говорить. Говорите. А так. Кто-то. Что-то. У нас. Зелень. И. Уже. И. Уже. На детях. Отразиться. А мы. Это. Не понимаем. Думаете. Что. На ком. Отразиться. Как это. Действительно. Клевета. Это. Ложь. Это. Все. И. 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 Мы. Сами. Это. Не. Беспокойтесь. А. Конкретно. Вот. Говорите. И. Указывайте. точно. И на каком основании? Вот тогда будет дело другое, чтобы поговорить. Чтобы говорить точно, нужно точно узнать. Кто не знает. Поэтому вопрос о другом. Ты же там сказал, что может быть кто-то из наших. Я говорю, что из наших? Мы же окружение здесь, это кто-то наше. Но не имеется в виду конкретно. Вот возьмите меня спросить, Алексей, делал ты это? Я не делал. Я говорю, что ты это делал? Нет. Смотри, все. Любого сейчас спроси, и перед Богом будет просто сказано, дай мне, а вот и все. Если этого нет, значит понятно, что со стороны. Это легко решаемо. Но не изданите вы друг другу вопросов. Давайте сейчас каждого спросим, и все. И на себя писали жалобу? На себя писали жалобу? Чтобы да, срежете, берешь и на себя писали, что я так говорила. На себя? Да. Ну, скажите, что Алексей с ума сошел? Вот и все. Алексей, ну а ты что думаешь, выходит, что из деревьев, что кто-то что-то? Я думаю, я просто говорю, у вас здесь семья, у вас здесь хозяева. Вы здесь решаете все сами. Да хозяева слушают, хозяева. Хозяева, вот, в основном, мы без батюшки все равно ничего никто не делает. Во-первых, вот, батюшка в курсе всего. О чем речь? О том, что Игорь, допустим, Александр, что он, допустим, опуляет, действительно. Нет, 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 нет. Речь, а вот эти березки приехали именно в тот дом, где лежат эти березки. Приехали именно с определенной целью. Не просто так, они просто заехали ни к тебе, ни ко мне, ни к батюшке. А если кто-то, смотри, если кто-то даже... Пока они еще там. Хорошо, согласен. И откуда узнал, что пилятся? Если кто пилятся, то... Когда они сами в интернете... Может быть, простая подстава. Берут и подставляют. Может быть, со стороны полного лет. Я предлагаю просто спросить, скажите, да-да, нет, 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 другого-то у нас нет. Все вот я доделала. Нет. Ну и все. И кончилось все. Алексей, давай спокойно. Значит, даже не говорить нет. Вот, все выставляют в интернет. Вот, когда Игнатий Стивенович там ловил неводом, пришли сразу власти и сказали, и там они предупредили, это нельзя делать. Кто? Он же замер, выставляет, все, пожалуйста. Здесь выставлялась, что ты ли? Ну, не берешь, что не выставлялась. Не было в интернет. А берешь, и клещ нет. Я говорю, если даже, если даже кто-то из нас, допустим, да, допустим, то тогда это на совести его. Ну, вот так сказать, без обязательств, на что это он. Мы написали, что он. Абсолютно. Вот правда. Или кто-то, я там, или кто-то. Что, можно я выступлю? Можно я выступлю? Он же на меня выступил. Можно я выступлю? Ну, и как нет. Ну, так, ну, что это дурковать-то? Думайте. А, просто, я даже и спросил. Скажите, здесь есть люди, которые взяли и написали здесь, есть ли это? Есть. Ну, а, что здесь? А, у кого-то написано, есть ли это? Да. Что вы это? Начинаете грудить в хвастах. А, что вы не знаете? Попросите, да, кого-то примели, вы собрали, все просто так надо всем. А вот это не пихали. Вот если есть, значит, у нас дрововкашка руководит. Может, человек хочет что-то сказать? Может, тот, кто это сделал, у него самые, так сказать, высокие порывы, может быть, прекратить, так сказать, зло и все, может быть. Дайте объясниться, потому что, когда идет какой-то суд, без суда, без разговора с человеком, по делам его, и что он делал, спросите, и все. Пока мы не знаем, кто, да. Но предположения, это свои же, вот это удивительно, это часто так и бывает, что со стороны могут и подставить еще нас. Это я вполне допускаю. Но спросить-то надо или нет? Все там и верующие или нет? Ну просто в лицо взять и спросить. Ничего, если все стало по-хорошему, я переливаю. Ну так, все уже понятно. Пусть скажу. Будем так сидеть дальше. Если нет, здесь никого, нам закрыто. У нас собрали не просто так, нас собрали, что есть какие-то человек. Да. Вы же видите, какого-то человека, конкретно, вы же знаете, о таком речи. Ты просто так не собираешь, что-то сделаете. Я видел ролик маленький выстрел, мне показали, кто это выстрел ролик, что. Ну и там, вот так фермеры нас травят, жители деревни. И далеко видно, что там трактор идет, а здесь. Кто это выстрел? А с какой целью? Давайте я скажу, да? Или что? Цель какая в этой выстреле? Ну, значит, это был не ролик, но это была фотография. Я уже с батюшкой говорил, давайте я начну. В чем здесь проблема? Когда почетный гражданин перечислил там эти пункты устава, у нас есть устав такой, я батюшке говорил, там написано пункт, что деревенское собрание проводится два раза в год. то есть там написано просто деревенское собрание проводить два раза в год. Все, там больше никаких пояснений, ничего нет. У нас его не проводится уже несколько лет. Я задаю вопрос, почему? Звонил батюшке как-то еще, говорю, давайте проведем собрание, у него испуганный голос, зачем? Ты когда-то понял, на тот поле, от твоего ягода? Нет, нет, это было давно еще. Это было давно. Это было давно. Вот. И, то есть у нас написан устав, я, как бы, я до сих пор за него радею, да, если написано, значит, его нужно исполнять. Батюшка говорит, так а зачем? Вопросов же нету. Как нету вопросов? Вот он простой вопрос. Значит, какая претензия к Игорю Александровичу? Все понимают, что это технология, пыление, где-то что-то разошелся, что там территория, да это все понятно. Но государство накладывает определенные, значит, рамки, что, например, опылять он должен не ближе 300 метров от там жилых, даже не просто от жилых построек, а от тех мест, где люди находятся. Мы все понимаем, что по-другому сейчас нельзя хозяйство вести, нужно опылять, там удобрять, все понятно. Простое дело, ты можешь предупредить. Специально создали систему оповещения по всей деревне. Там, ребята, или как-то там сегодня со стальки-то до стальки-то я буду опылять. Опылять буду, значит, там гербицидами или просто это азот там или что-то там, чтобы люди понимали. Однажды мой отец поехал на велосипеде вечерняя прогулка была. Он не видел Игоря Александровича, что тот опыляет. Это было несколько лет назад. Пару там или тройку, не знаю. И когда он заехал, ехал по дороге и что-то случилось, он говорит, я начал задыхаться, слезы потекли, все. И уже потом уже увидел, что, ну, а тот как, проехал, например, и где-то там разворачивается, что тот опыляет. Вот. Вопрос, а если бы мой отец бы умер, как бы, например, жил бы дальше Игорь Александрович с этим? А у него там сердце слабое там и так далее. Да, речь-то о том, что просто, просто предупреди. Итак, завтра я, значит, опыляю стальки-то да стальки-то. Значит, мой родственник, юрист, консультировал пчеловодов, у которых умерли пчелы, от того, что, значит, фермер не предупредил. Вот, абсолютно такая же ситуация. И этот пчеловод выиграл два процесса. И теперь этот фермер постоянно предупреждает. Зачем нам до этого-то доводить, что кто-то умер? Умрет ребенок или там пострадает, станет каким-то аллергиком или еще. Зачем? Мы здесь собрались в уединенном месте, у нас нету каких-то предприятий. Ну, давайте как-то уважать этот друга. Ну, мы же община, в конце концов. Я батюшу говорю, дайте хоть за что-то зацепиться. С полем, значит, с ягодным полем никаких вопросов. Не было бы, если бы Игорь Александрович однажды бы, то есть у нас два раза в год написано в уставе, уже несколько лет этого не было, встал бы и сказал бы, ребята, вот там есть поле, на котором вы в прошлом году ведрами таскали ягоду, я это знаю. Но я узнал, значит, оно сельхозназначение, принадлежит сельсовету, и его мало того, что хочет забрать там соседние, соседние деревни, фермер, поэтому я его хочу забрать, распахать и посадить. Да и аминь, да благословит тебя Господь, Игорь. Все, вопросов вообще бы никаких бы. Значит, случайно узнаем, что он распахал, естественно, там у женского населения там слезы и все, там как так, такое поле, таскали ягоды, то есть больше этого не будет. Ну, понятно, это эмоции и все, но это огорчение людям. Как вы, мне в интернете пишут, ну вы же верующие, вот это вот сейчас, по-моему, самая смешная фраза. Мы все верующие, мы хотим Божьего благословения и поступаем так, что кто-то там огорчается, как-то там, вот так, а что нельзя вот так вот собраться? И все, я говорю, да и аминь, да благословит тебя Господь, делай лучше ты, мы тебя знаем, а мы найдем в другом месте. Все, вопросов вообще никаких не было. Теперь, значит, это вот, вот этот человек, почетный гражданин, значит, сейчас говорил, естественно, не называя фамилии, как бы указывая на меня. Вот. Я еще раз хочу сказать, привел вот эти, все его старая пластинка, там, и проклятие, и все, уже два года назад он пребывает в статусе лжец-клеветник. Вот, и поэтому, А, ближе к делу, ближе к делу, он меня, он меня лжец он вызывает, я про него говорю. Я про тебя ближе не говорю. Ну, Бог дал разум? Он все-все, что про меня сказал. Нет? Все. Прослушай, где он про тебя сказал? Фамилию не называл. Ты сколько раз называешь? О чем ты его родился? Фамилию не называл, говорю еще раз, но Бог дал вам разум. Не надо здесь лукавить, не надо здесь лукавить. Все. Значит, еще раз говорю, человек, который абсолютно Христа не боится, вот, и если это написал я, то со мной что-то случится. А он сейчас, конкретно, про тебя никто не говорил еще. Ну, сейчас только что претензию в мой адрес высказал. Ты только скажи, я в этом не виноват, я в этом не виноват, и, значит, за то, что вот он на меня кляузничает, то есть говорит, кик клеветник, а? Он только что сейчас не надо лукавить. Все, 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 все подробности, ролики, что я какому-то священнику, да, я езжу к голове, ну, пускай сейчас задаст вопрос, почему он не его приглашает меня. Да, и я говорю фразы, не называя фамилии, а говорю, например, мне интересно, вот 40 лет человек учит, а правильно ли он это учит, и в чем это плохо? Он говорит, что я это написал, а я это не писал, как тебе Дух Святой не открыл, что это я не написал? Понимаешь, у тебя даже этого нет, ни страха, ничего нету, и тебя Бог докажет, если это не я написал. Вот, а ты такой трусливый, так ты подойди ко мне, спроси, скажи, слушай, это ты писал, нет? Ты не подойдешь, не скажешь, понимаешь, и ты будешь из-под угла все что-то там писать, кого-то, ну, что собрание собрал, слава Богу, мы уже давно не собирали, спаси Христос, вот, потому что нужно общаться, если будем общаться, у нас не будет вопросов, а то, мы можем с тобой просто пообщаться. Нет, можно, но собрание, мы все вместе собрались, у нас есть общественные вопросы, понимаете? общественные вопросы такие. Вот, общественные вопросы. И когда человек все выставляет в интернет, и даже не выставляли, как они пилили, но он говорит, и он, и потом претензию кому-то, ребят, вы в каком веке-то живете? Сначала сами все выставляют, а потом говорят, кто-то на них написал, да у тебя уйма тех людей, которых ты... Я не писал, я не поверил. Позвонили, ну, такая разница, ну, позвонили, позвонили. Это сейчас сделать несложно. И тут куча людей были, которые уехали отсюда, обижены именно от него. Да вообще, это несложно написать или позвонить, что он там делает. Раньше, раньше он, когда еще у него не было камеры, он все за навесочки занавешивал, еду в поезде, имена всем поменяет, все у него было скрыто, все. А сейчас вдруг что-то изменилось, и у него все на показ, все, ну, пожалуйста, хлебайте, вам же там нравится, показывайте дальше. Раньше была такая привычка, когда кто-то приезжает, батюшка Игнать Тихонич, водили все в школу показывать, а что тут показывать-то? И потом в один момент, раз прокуратура увидела, пришла, тоже они по своей доброте душевной, и все, прокуратура сразу, опаньки, почему тут ровали же, да у нас много минусов здесь, которые, ну, мы не можем сделать там, денег нету, еще что-то, показывать, зачем, кому показывать, с какой целью? все, потом раз, вроде попритихли, вроде, ну, там, слава Богу, как-то отписались. в общем-то, назовите человека, кто этот, раз вы знаете, вы говорите, назовите, жать, 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 копейки не дали на школу, на храм, власти, ни одного рубля не дали, мы дели сам, я покажу, мы делали, что могли, вот это, то мы сделали, но вы же знаете, в какое время мы живем, вы же знаете, что тут куча нарушений, не знали? знали, ну, все, ну, все, знали, но это куча нарушений, сравнивая с элитной школой в Барнауле, да закон, при чем здесь элитная школа, есть закон, вы живете в Российской Федерации, если что, в Российской Федерации, да, ну, и что из этого было, ничего, посмотрели, дальше пошло, было построено, прошло 25 лет, как это мы сделали уже все, ну, и работаем, служим, молимся, учимся, никто, и вдруг дошло, а в какой школе учимся, учат, где, там, а кто на здание, оказалось, что здания-то нет, пришлось теперь регистрировать, а регистрировать так было, что, как регистрировать, у меня была одна бумажка, когда я просил эти стены, были только стены, полуразрушенные стены, я говорю, Василий Федорович, представитель Совета, напишите какую-нибудь бумажку, чтобы дать, да, бери, на это заброшение, ну, напишите, он написал, что сессия депутатов, сессии, сессия, на сессии такой-то, постановила передать, каркас, бывшего колхозного клуба, в личную собственность, Латкина Гиму Тихоновичу, и печать поставил, я тогда, когда это, вот, он у меня соприл, подал, тогда его давай, оформлять, оформили теперь это, оформили, теперь я это здание, сдаю в аренду, в горчинской школе, они арендуют это здание, это лично моя собственность, получилось, что моя собственность, понимаешь, как это, поэтому показывают, вот мы делали, что из ничего, стены были разрушены, мы вот это сделали, могли сделать, могли сделать, понимаешь, надо aboard, показывают, зачем, для того и показывают, что мы из ничего, мы собирали по одному стулу, по одной парте ездили, где везде, где можно было, по любым школам все собирали, какую-нибудь колбу, собрать, тем книги какие, где-то, но я даже Атлас с Америки, Е música Атлас привез, компьютер тоже с Америки, первый компьютер с Америки привез, Но сейчас он уже покойный, сейчас лучше стал. Все собирали это. Поэтому мы не то что хвалились, а показывали, что мы из ничего сделали это. Поэтому те требования, которые предъявляются где-то там, они не могут к нам быть. И нам шли, и ничего не запретили, ни разу не закрыли. Видит только так, пожарник-то, ну там у вас нормально, да нормально сделали. Ну ладно, все. Так потихоньку было. Ну сказали отписаться, то есть чтобы вы понимали, что мы живем в этой реальности, не в вашей там 50 лет назад. Мы в этой реальности, мы живем в России. Обучение неочное сейчас у нас. У нас, вы за обучение-то сейчас не знаете, у нас обучение неочное, если что, поэтому... И все у нас по-российски, дороги у нас российские, какие дороги? У нас русские дороги. А какие? Ну русские дороги. Хотите, приехайте, посмотрите. Просто если было бы как раньше, никто бы не приехал, вот. А сейчас все поменялось, и обучение у нас сейчас неучено, еще раз говорю. Вы же не знаете всех тонкостей, что после этого потом, ну как бы, что сейчас все изменение идет. Поэтому, ну... Да не об этом речь. О том, что раньше... Ну ладно, что объяснять, потом объяснили. Время дать. Сейчас все по-другому. Ну вот Улина Анатольевна спросите. Давайте то, что по поводу чего собрания, значит... А вот собрания, действительно, он правильно сказал. Уже два года, примерно два, да. Собраний не было. Скорее всего, вот, как вот Роман, или как Роман уехал, этот, который... Малыш. Вот, Малыш, да, ага. Вот, и все. Больше не было. А почему бы нет? Что не было вопросов? Братья, просто было воскресенье собирать. Каждое воскресенье собирать. Братья, я тебя не приведу. Вы понимаете, что такое собрание, и просто собрались на занятия? Пришли на занятия, мы после занятия, давайте войдем в собрание. Провели сейчас собрание. А вы почему не были инициатором? Подожди, есть советы... Вы сейчас кому-то говорите? Давайте проведем. Тебе это надо, ты должен... Нет, нет, нет. Давайте сегодня после собрания, после занятий проведем собрание. Я вам предложил, вы что сказали? Испуганно сказали, а зачем? Ну, мне было надо, значит, значит... Ну, как нет? Я могу понять, у нас в уставе написано. Алеша. Он сейчас написал пункт устава, что мы их нарушаем. Так у нас еще нарушается? Ну, грешно, если вы простили, что... Нет, подожди. Давайте будем два раза собирать, даже три раза можно собирать. Напишите три раза. Три раза напишите. Занятия, там сидели, люди уже... Вопросы, которые возникают у нас, возникают именно от того, что мы не общаемся. Какое мы собрали? Собрание надо отдельное. Причем? Собрание частное только от совета деревни. Кто? У нас есть четыре человека, которые избраны в деревню. Значит, и надо, и все. Они в основном как бы обсуждают, потом делают предложение и ставят в известность суть всех жителей деревни. Вот дело другое. Вот это собрание, а это не собрание. Это давай, по налету все или где-нибудь это, дайте не собрание. А потом здесь собрание только именно те, которые жильцы. Они имеют право голоса. У нас сегодня собрание только то, чтобы на помощь, чтобы друг на друга, как говорится, не клявозничать. А прежде скажи, что неправильно. Надо, во-первых, сначала сказать, зачем это лишние слова, клявозничать, там доносить. Когда этого, если нет, зачем? Вот и все. Не надо этого даже говорить. Это уже ложь. К чему ваш брат минус день говорил? На кого ложь? Ну как, ты говоришь? Вот не знаю, на кого. Ну за чего? А вы? Не надо ложь. Просто говоришь, что ли. Каждый себе судья. Все. Это понятно, что я говорю, да? Не надо делать это конкретно. Но не надо тогда говорить конкретно, что делать. Если совесть кого влечит, то он должен сказать. Это по совести, да? По совести, конечно, я согласен. Разве я против? Вот именно совесть, прежде всего, голос Божий. А если ты не имеешь совести или бессовести, то у тебя никакого и веры нет, и никакого вообще. Ты не христианин, вообще. Пап, подожди, я просто... К чему этот человек сейчас минут 5 или 7 рассказывал о чем-то? К чему? К чему вот этот человек сейчас минут 5 или 7 рассказывал? А вот он сидит. Где? Нет, он почетный гражданин нашей деревни. Леш, у тебя совсем что-то поехало или что? Нет, нет, это хам, поехали. Это хамство проявляющее. Он написал, что он почетный гражданин. Я сейчас что нарушил? Тебе пользы от этого не будет, запомнил. Ты не знаешь, как он. А если он почетный, надо относиться почетно. Внук, можно сказать, его по возрасту. И ты... Не надо хамить. Я сейчас... Это тебе кто-то хамил. Во-первых. Хорошо, Борис, 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 ему... А ему, вот, почетному гражданину, как он выразился, можно хамить другим? Это где сказано? Отец... А не в одной. Отец... Слушай, Борис, отец сыну никогда не нахамит. А хамит сын. А сын? Ну, всегда. Всегда? Нет, не всегда. А почему хам? Не, подожди. Хам от чего хам? Ну что? Это хам. А что там на какой абса своего? Ну, хорошо. Мы конкретно говорим о человеке об этом. А говорите о мне... Ну, мы можем уже разговаривать, что... Как руку это... А вот этот человек, вот этот человек... Какой? Этот, этот... Человек. Почему даже не назвать? Почему он не называет мою фамилию? Ты... Что? Почему он не называет мою фамилию? Свою фамилию? Да, все вокруг да около. А зачем тебе он называет твою фамилию? А зачем? Я буду его называть. Ну, я его... Я его же методом... Он все про меня рассказал, и... А я почему по-другому это должен быть? Почему сразу хам-то? Алё. Ну? Было так, что однажды один мой прихожанин... Я проповедь сказал, а он... Выходит, Банюшка, а вы зачем мою проповедь разгласили всем? Я знаю, я слышал это. Я ничего не говорил. Но все догадались, что это я. Угу. Ну и сейчас... Ну что детям хотел сказать? А я с отцом Владимиром разговаривал. Я это... Только хотел сказать... Никто это не... Представь. На 40 лет моложе и так хамить. Вот что я хотел сказать. Что это такое? Как хамить? Как хамить? Как? Бессовестно. Как хамить? Это человек, почетный гражданин. Алексей, каждое утро за тебя молится, Игнатий Тим. Каждое утро за тебя. Я не молюсь, что здесь есть гости. Мы с тобой же молимся. Молимся тоже так же. Дай всем разума. Дай, чтобы поступать по логе Божьей, по западному. Чтобы все. Почему же тогда сами так себе не применяют люди? Молятся. А Бог, ну слышит ли, если ты просто говоришь голословно, а сам не исполняешь ничего? И ты, батюшка, говоришь, тоже там примеры приводишь. Да, все мы ведь и знаем примеры. И больше даже можно знать. Но когда он оскорбляет человека, от малого до великого, не считаясь ни с чем, ни с возрастом, ни с положением, ничего. А что, ему можно? Где в писании написано, что, или допущение, что? Он, стоп, стоп, я не перебивал. Ну, подожди, батюшка, подожди. Что не будет? Ну, вот, если он делает, тебя это как может коснуть? Как, меня? Нет, ну ты, сейчас я скажу, нет. Сейчас, стоп, стоп. Для тебя это никак. Ты в этом не понимаешь. Батюшка, нет, не перебивай. Это на нем останется. Тебя это не касается. Да я понимаю. Ну, так же и он, по-моему, просто. Да вы не говорите ни о чем. Это на нем останется, кто виноват. Зачем? Тоже так же. Тоже так же. Почему так себе это не применяется? Вот в чем дело-то. Если ты говоришь, если ты проповедуешь, призываешь, то ты должен образец. Говорит, говорить можно что угодно. Григорий Богослов говорит, слово можно, опровергнуть слово. А чем ты докажешь жизнь? Жизнь, поведение твое, отношение к людям. Все ты сам выставляешь на это. И многие говорят, да, грубый человек. Жестокий и лживый. Вот как хотите. Это не то, что, а мы это уже знаем. И потом, стоп, 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 стоп. Подожди. Ты говоришь, как это тебя касается? Сколько он жил в наш адрес, в мой лично, это самое. Ну, он не верующий. Он командир, он топтался на костяк Александра Павловича. Он вообще. Потом, вот, что попало, говорил его в забор. Он говорит, там, они меня хотят оставить. Кто? Они враги. Зачем это говорили? Стоп. Ты, подожди, я не высказываю. Подожди, я тебя не спрашиваю, батюшка. Что же это такое? Ну, остановись. Ну, что ты там? Ну, это не касается этого делать. Я вот выскажу, если взять и молчать. Помолчи, пожалуйста. Помолчи. Помолчи пока. Ну, дай мне слово сказать. Ну, ты говори слово. Я не молчу. А зачем мы нас по-басскому? Ты непрерывно, ты знаешь этот конфликт, но непрерывно об этом говорить. Ты спорта можно трясти белье. Стоп, стоп, стоп. Внутренне, восстанавливай. Алексей, Алексей, это не прерывно. Вот если бы он не поднимал эти вопросы, никто бы даже, вот, не сам, и никто бы даже слова не сказал. Зачем он-то поднимает? Почему мы, вот это, почетный гражданин, что он сделал почетный? Сами это, сами. Да иди, кто тебя держит. Все равно здесь базар. Почему пустое говорить? Пустое? Ну, для тебя может пустое, а для меня не пустое. Потому что я вижу, как ты. Это же не какое-то, что делать там? Что? Ну, с собой, что? Слакай, что? Как он? Ну, вот, вот такой, такой, такой. Значит, он должен быть такой, как ты. Как ты? Поверьте, каждый должен о себе. О себе. Ну, вот о себе. И сказать, враг во мне, а не искать врагов. Алигнатий Тихонович говорит, там враги, там это самое. Зачем это говорит? Ты ему-то скажи. Зачем это говорит? Ну, ты бы не сказал. Вот почему-то ты вот это не говоришь. А других можно. А как ты не поймешь, что это? Ну, ты говори на меня хоть что угодно, если меня это не касается. Вот если тебя не касается, я тебе и не говорю. Зачем я буду тебе говорить, если тебя это не касается? Меня это не касается. И ты не говоришь ничего такого, чтобы допустим. Ну, если тебе он говорит, а у тебя этого нет, что ты так заражаешь? Это нет ничего, мимо пройдет. Да, ну, как только, вроде говоря. Значит, себя не отверстие, от себя нет, от себя отверстие, это на твоей я, но не существует. Значит, кому-то можно, получается, западник не для всех. А кому-то это нельзя. Нельзя ничего. А разве это западник не всех касается? Всех абсолютно. И священников так же, сколько погибают из этого, потому что и учат народ, как надо. И получил сейчас священник, западник, давайте еще поговорим. А что, ну, мне Игнатик Игнатич запросто говорит, и всех, для него никто не авторитета нет. Ну, он говорит, говорит, мы все. Ну, так почему я его должен слушать? У него свое мнение. Ну, вот и есть ранжир между ребенком и отцом. Конечно, есть. Вот и есть. Отец может взять и выиграть его по своему желанию. Хорошо, а он-то не кто отец. Вот в том-то все и дело, что не видим ранжиров, что не видим ранжиров, не понимаем разницы между взрослым, ребенком и отцом. Ну, значит, если ребенка, можно его пенопить, можно как угодно поливать в глаза и все так же. Это все. Пришли.